Сегодня я хотел бы рассказать о картине «Тень Караваджо». Это картина совместного производства Италии, Франции, Бельгии, вышедшая в 2022 году. В первую очередь, наверное, она интересна для нас именем режиссера. Это Микель Плачеда, которого у нас до сих пор в стране любят как актера, благодаря одной роли, которую я даже специально не буду упоминать, потому что сам он, ну, прямо уже даже раздражается. Он частый гость довольно-таки. Нашей страны, ну, во всяком случае, я его несколько раз видел на разных фестивалях. Ну, и он, конечно, каждый раз пытается подчеркнуть, вообще-то, я режиссер. То есть он с 90-го года, у него очень такая интересная картина, интересная карьера, да, карьера выстраивается вот именно в режиссерском плане. То есть он не оставляет при этом, конечно, работу своего как актера, но вот большое внимание уделяет режиссуре. У него, по-моему, там где-то порядка 20 картин, включая короткометражные. Ну, то есть даже полного метра у него там в фильмах 14 или 15. Я боюсь сбиться. И на самом деле у него есть очень интересные фильмы. Ну, вот я несколько смотрел, ну, допустим, и они разные. Вот, допустим, фильм «Выбор» я у него смотрел. Ну, про «Выбор», может быть, я ничего особого не скажу. Ну, вот, допустим, фильм «Семь минут», относительно недавнее, 16-го года, очень яркая история, запоминающаяся. Там социальная такая производственная драма, там она, в ней рассказывается о том, как вот работницам там то ли фабрики, то ли чего-то такое, ну, чего-то там. Им сократили обеденный перерыв до 7 минут, а когда-то был 15. То есть вот прям сокращение получается в два раза. И вот перед ним стоит вопрос, либо смириться, ну, потому что хозяин барин, либо попытаться протестовать против этого, но вот как бы с непредсказуемыми, вернее, даже как бы с весьма предсказуемыми последствиями. Вот, и вот эта история очень злободневно, так ярко звучит. Так что Микель Патч, это безусловно режиссер, вне всяких сомнений, состоявшийся. Ну, просто, ну, у нас не все фильмы, просто далеко не все его фильмы выходят в прокат или даже в онлайн-показ. Надо, что называется, как бы следить. Ну, вот фильма «Тень Караваджо» повезло больше, наверное, потому что здесь все-таки более узнаваемые нам актерские лица. Главную роль здесь играет Луи Горель. Ну, скажем так, не главную, не самого Караваджо. Караваджо все-таки это итальянский артист играет. Рикардо Скамарчо. Вот, а вторую главную роль играет вот как раз Луи Горель. Кроме того, здесь появляется Изабель Юпер, что тоже, конечно, ну, ярчайшее имя в кинематографе. Сам Микеле Плач до здесь тоже появляется, ну, уже в такой, в крохотной роли, скажем так, одного из кардиналов. И вообще сам по себе фильм, помимо того, что, ну, как бы культурная важная картина, рассказывающая о великом художнике, он выстроен еще в таком все-таки приближении к зрительскому такому, чтобы усилить зрительский интерес, он выстроен как такой некий детектив. Он начинается с того, что это 1609 год, и Караваджо вынесли смертный приговор за убийство. Мы на данный момент, в начале картины, мы даже не знаем, что за убийство, мы просто удивлены, надо же, мы знаем Караваджо, именно великий художник, а убийство, и это, то есть это постепенно детали этого дела раскрываются уже по ходу картины, что именно, как это убийство произошло, что это вообще было, но при этом до самого конца мы не понимаем, а будет ли исполнен этот приговор. То есть вот Луи Горель играет человека, которому приказано рассмотреть все это дело и либо утвердить приговор, либо его отменить. И получается, ну, то есть, наверное, некоторые искусствоведы железно знают, когда умер Караваджо и по каким причинам и так далее, но обычный зритель, которым я являюсь, он этого подробностей не знает, поэтому для нас остается вот эта загадка все-таки в итоге, чем дело кончится, все-таки, тем более мы видим, что с одной, вроде бы, этот герой Гореля, ну, там он вроде бы даже в каких-то моментах и сомневается, он весь из себя такой, весь правильный, вот в своем понимании, он на стороне церкви, безусловно, но тем не менее он, в общем, тоже как бы рассматривает дело, ну, пытаясь быть в какой-то мере объективным, что ли, хотя тоже объективность здесь такая условная, но вообще еще интересно, само по себе его расследование выстроено, потому что портрет героя перед нами возникает в рассказах разных людей, его современников, то есть это взят на вооружение принцип гражданина Кейна, который также был построен, но только в отличие от гражданина Кейна, где главный герой уже скачался к моменту этого расследования, здесь вот, собственно, говорят еще о живом, ну, тем самым, как бы, определяя его судьбу, а судьба его действительно висит, его жизнь на волоске, почему? Потому что церковь им недовольна, из-за того, что он, рисуя свои картины на религиозные темы, изображая святых, он их рисует с обычных людей, более того, обычных людей не то чтобы неблагородного происхождения, но и неприличного образа жизни, ну, в частности, Марию Магдалену он нарисовал с проститутки, ну, возмутительно, да, и вот теперь она всегда будет, вот ее лик будет висеть в церкви, ну, то есть распутная женщина. В этом отношении, кстати, мне сюжет, вот этот сюжет напомнил конармию Бабеля, ну, совершенно другое, другого разряда произведения, ну, кто бы мог подумать, а ведь там тоже есть такой сюжет, когда, значит, мы оказываемся в церкви какой-то, провинциальной в церквушке, в храме, и там вот история о том, что вот местный художник, ну, кто там ее рисовал, он рисовал вот с односельчану, словно говоря, и вот там вместо какого-то там святого один там детства, там тоже Марию Магдалену, кто-то еще, вот, то есть, ну, понятно, с кого художником было рисовать, то есть это общая такая тема, ну, вот, оказывается, и в 1600, в начале 17 века, вот, в общем, художники ничем не отличались от художников начала 20 века, вне зависимости от страны, от времени и так далее, ну, рисовали с тех людей, которые были рядом, ну, вот, Караваджо тоже искал лица, ну, кто же виноват, что он эти красивые лица находил вот в той среде, которая считалась неблагородной, ну, и церковью, как бы, осуждалась, вот это, это главная претензия как раз, собственно, церковников, то есть, убийство на убийство они еще могли бы закрыть глаза, но вот то, что вот у Богоматери навсегда лицо проститутки, это, конечно, это безобразие, и вот там, конечно, ставится перед Караваджо запрет на то, чтобы он рисовал реальных людей, вот, ну, во всяком случае, именно вот в этом контексте религиозном, и, конечно, ставится вот ребром вот такой момент, что получается, что святая римская церковь со всем ее могуществом невероятным боится простого художника, при том, что он, как бы, получается, он же не единственный художник, да, но вот, ну, наверное, просто как раз и вот герой Горелия, он признает и то, что самый талантливый художник своего времени, ну, вот той местности, во всяком случае, да, вот, да, художников много, но именно в творчестве Караваджо трогает, ну, наверное, в большей степени, да, то есть, вот я тут боюсь как-то соврать, я все-таки не искусствовед, искусствовед далек в какой-то мере, а там, вот, наслаждаюсь, конечно, картинами, но я вам не расскажу, чем по велик на самом деле Караваджо, поэтому воспользуюсь двумя, как бы, отсылками, собственно, в фильме как раз герой Микеле Пуачида Кардинал говорит такую фразу, что именно детали превращают картины в шедевры, ну, из чего мы можем понимать, что Караваджо был к деталям очень внимательным, а другой момент, я не могу не вспомнить, вот, фильм Питера Гренуэя, о котором я рассказывал на этом канале, в первую очередь, я обвиняю, вот, у него идеология, вот, два фильма про Рембрандта, игровой и документальный, вот, в частности, в документальном, я обвиняю Гренуэя, называя четыре имененных художников, называя их отцами, практически отцами или родоначальником кино, и Караваджо стоит на первом месте в этом списке великих, а Гренуэя обосновывает как кино, это свет, то есть Караваджо в числе первых начал работать со светом, и через свет, выделяя, соответственно, лица, детали те же самые, и, ну, превращая, собственно, свои полотна в шедевры, что, вот, и вот эта работа со светом в последующем, спустя века, оказала огромное влияние на кинематограф, и вот не только на кинематограф Питера Гренуэя, но и вообще, по рассказу Гренуэя, вот, на кинематограф в целом, кинематографистов всего мира, тем самым, как бы, вот это влияние, оно распространилось и сквозь века, и сквозь даже, получается, смежное искусство. Ну, и, конечно, в этом отношении картина, вот, я говорю, она работает вот вроде на стыке такого зрительского жанра, то есть некий детектив, но при этом, конечно, это рассказ о художнике, каким он был, конечно, он был человеком непростым, это понятно, со своими какими-то такими моментами, при том, плачет, а как бы скромно, умалчивают какие-то моменты, там возникает какое-то такое подозрение, не садомит ли Караваджо, но очень вот эта тема, очень так, она как-то так плавно обходит, с одной стороны, у него вроде и женщины есть, да, а с другой стороны, и юные любовники, там, да, то есть ему, да, плачет, там, как бы демонстративно отказываться копаться в каком-либо грязном белье, но, тем не менее, все равно это заметно, и как раз даже заметно то, что он это не проговаривает как-то вслух, как-то конкретно, да, а вот, ну и вот, конечно, мы много просто узнаем о какой-то судьбе, о времени, потому что там очень важный такой момент, когда он встречается в тюрьме за Джордана Бруно, причем в ночь перед вот казнью его, да, то есть два великих, два вот, ну, на тот момент они просто люди, они не знают, что они великие в веках, да, а вот это, тут вопрос уже, конечно, я не могу судить, это действительно эта встреча была или плачет, пользуется случаем, пользуется вот возможностью, да, то, что это они современники, их постолкнуть вот в одной сцене, но, тем не менее, ну, это понятно, это оправдано, то есть два великих человека, два мыслящих человека, человека, который выделяется из общей толпы, встретились, поговорили, один уже, ну, железно обречен, жизнь другого она вот висит на волоске, и, ну, да, той же, ну, прием, который вполне себе работает, любопытно, допустим, с точки зрения современности, вообще, картина поначалу вообще как-то выглядит очень современно, поражаешься тому вообще, что это начало 17 века, и плачет, а не стесняется этого, там первые же кадры, это такие, наверное, нарочито цветастые наряды проституток, разрисованные стены, ну, прям граффити на нынешние, вот так, прям это, очень реалистичная картинка, ну, явно цифровой камеры, то есть я тут, вряд ли это изображение до оба пленка, это прям вот, как бы, вот такой намеренный реализм такой, и вот так, поначалу это даже тебя, ну, отвлекает, а потом ты, то есть привыкаешь, то есть это, наверное, тоже вот такой ход режиссера, который, ну, тем самым показывает, в общем, что это, в общем, да, это историческое кино, но при этом он, вот, это кино как снятое, как вот, как сегодня. Ну, и в этом отношении, конечно, тоже любопытно, что, оказывается, тогда тоже играли в теннис, теннис, ну, вот мы так думаем, что это что-то такое, ну, не то, что прям уверены, что современное, ну, вот теннис, это элемент вот нашей нынешней жизни, а, оказывается, вот он, он существовал и тогда, тот же Караваджо в него играл, и там как-то, в общем, что-то это происходило, вот, ну, в общем, интересно, невыдающаяся, надо прямо сказать, ну, вот в любом случае она, конечно, интересная, вот я, когда, кстати, тоже Пуачидо видел, он с восторгом, ну, последний раз, во всяком случае, когда он приезжал в Россию, он с восторгом говорил о будущей своей встречи с Кончаловским, там можно было понять, что Пуачидо надеялся, что они будут обсуждать фильм Кончаловского «Грех» про Микеланджело, может быть, там как-то планировалось, значит, участие Микеле Пуачидо в этой картине, в итоге это участие не состоялось, уж не знаю, что в итоге получается, надо там отдельно уточнять, что конкретно тогда, на что рассчитывал Пуачидо, да, сыграет ли в этом фильме или нет, но в любом случае, вот я почему сейчас про это вспоминаю, потому что, конечно, можно эти две картины, безусловно, сопоставить, да, «Грех» Кончаловского про Микеланджело и художника, и великого скульптора, вот, и вот картину самого Пуачидо про Караваджо, возможно, тоже они с Кончаловским просто были на одной волне, и в какой-то мере, вот, «Грех», может быть, тоже подтолкнул Пуачидо рассказать свою историю, ну, пусть уже о другом художнике, но в похожей, близкой, как бы, манере, да, то есть, как «Грех» не является прямо такой выдающейся картиной Кончаловского, так и вот «Тень Караваджо», тоже, наверное, не самый великий фильм, но, тем не менее, это вот такой, это, ну, культурный, правильный фильм, ну, такие фильмы должны быть, должны быть фильмы о художниках, былого, вежливые, аккуратные, ну, некоторые бывают очень удачные, некоторые, ну, просто вот такой фильм, но, тем не менее, ты с интересом его посмотрел, ты узнал о Караваджо, да, больше, теперь это уже для тебя не просто имя под рамкой, да, на стене музея или где-нибудь в художественном альбоме, а ты уже понимаешь, он стал для тебя ближе, да, ты уже что-то о нем знаешь, в этом, конечно, отношения мимо таких фильмов проходить ни в коем мире нельзя, надо их поощрять, конечно, ну, и если получается из таких фильмов, что иногда и получаются шедевры самостоятельные, ну, вообще прекрасно. Здесь «Тень Караваджо», ну, такого сказать нельзя, он даже в Италии был принят, ну, без такого особого восторга, хотя, казалось бы, могли бы, но был отмечен призом вот Давида Донателло только усилия гримеров, ну, за прически, даже если быть точнее, были номинации вот как раз отдельно за грим, да, то есть у них разделяется, это на «Оскаре» грим и прически в одной, а номинация там разделяется, то есть была номинация за грим, за декорации, за костюмы, ну, это, естественно, для исторических картин, так что обычный такой набор, ну, получается, не более того. А сам Микеле Плачеда, которому, ну, сколько уже, ну, за 70, наверное, да, я даже как-то так забыл этот момент для себя уточнить, он получил неожиданного Давида юности. Уж не знаю, что это значит, возможно, его присуждают тут какое-то юное жюри, скорее всего, из каких-нибудь юных зрителей или киноведов, но вряд ли подразумевается, что Давид для молодых режиссеров, каким Плачеда с его 30-летним уже опытом, он в режиссуре явно не является. Но, тем не менее, вот на склоне лет получил награду Давида юности. Ну, наверное, не без улыбки ее принял, вот, ну, тоже, вот, в общем, такой любопытный момент, касающийся этой картины. Ну, наверное, все уже сказал. Лишним этот фильм, ну, наверное, для вас точно не будет.